Привет, Белоруссия. Как погода в Белоруссии? У нас была метеор вчера, зима у нас. Да ты что. А у нас немножко вчера сыпал снег в Москве, да, сыпал немножко снег, мягкий такой. Слушай, я тебя хочу спросить, как у нас прошел вебинар тогда. Ты же помогала мне там по этому, как это называется, вот это вот. Как это, айпад, айпад, да? Да, в айпаде я была в программе удаленного доступа в компьютере. Ну, как твое впечатление, как прошел вебинар? Мое мнение, вебинар прошел у нас как обычно, хорошо. Вот, много было очень благодарностей. Ну, я их постоянно и до сих пор получаю. Мне же в личку пишут. Я просто так спрашиваю. На этом вебинаре было очень много у нас было участников на этом вебинаре. Больше, чем обычно. Видимо, это приходят какие-то новые подписчики. Очень много было новичков. Обычно у нас где-то около 20 новичков. А в этот раз, когда мы спросили, как много у нас новичков, то я насчитала около 50. То есть приходят новые люди и, соответственно, возникают какие-то новые вопросы в процессе вебинара. Ну, на сегодняшний день 53 тысячи у нас подписчиков на Ютубе. Я тебе хочу сказать, скоро у нас будет очень много, потому что мне пишут в личку, как вам попасть. Не все понимают, что мы только в интернете. Многие, которые просто смотрели на Ютубе ролики, вдруг видят эти ролики или кто-то советует. И они тоже с вопросами. Но кто-то с паниками опять. А кто-то хочет научиться рисовать. А кто-то хочет спорту там какому-то продвинуться. Ну, самые разные люди. Я им говорю об этом, что смотрите наш Ютуб-канал. Подписывайтесь на Ютуб-канал. Смотрите наш сайт Стрессу, потому что там огромнейший видеоархив. Огромнейший видеоархив, почему я этот Стрессу держу, этот сайт. Потому что там разные годы. Как обучались психологи МЧС России. Как я готовил военный персонал к подъему атомохода курс. Как я готовил Марс-500. Там много-много там. Как после терактов. Там дети, офицеры, взрослые. И в Каспийске, и в Кизляре. Там очень много видеоматериалов в сайте Стрессу. И в сайте Хасай.ру. Ну, сайт Хасай.ру ведет Федор Макаров. Я его попросил. Который делал нам редакцию нашей национальной идеи. России генератор будущего. Я хочу, во-первых, тебе сказать, что я вот просматривал сегодня в Редера эту национальную идею. Слушай, так мало людей ее читают и вообще смотрели. Там же есть и бесплатная часть. Но ты-то ее хорошо знаешь. Ты-то ее хорошо знаешь. А для тех, кто еще не знает. Во-первых, о картинах. Я сегодня хочу новую картину показать. А вот эта картина, которую я тогда нарисовал, это Ангел Трубач. Ангел Трубач – это благовесть. Которую тогда у меня в центре, когда я был на Таганке, Маринина, когда пришла ко мне в гости, которая детективы пишет. И там у меня этот ключ был в детективах миллионными тиражами и в России, и в Китае, и в Прибалтике. И все мамаши потом мне звонили, научите наших детей экзамены лучше сдавать. Потому что там и мой телефон был такой. Ну, это вообще здорово. И когда Маринина пришла ко мне, я говорю, выбирай картину. У меня на стене сели там картины в зале. И она Ангел Трубач. Ей сразу понравился. Да, я ей сразу подарил. Ну, фотография осталась, я ее на книжке поставил. Я что хотел сказать. Я вот смотрел эту Редера. Очень мало людей там ее вообще смотрели. Вот эту национальную идею не знаю по какой причине. Я просто не представляю. Но там же можно Редера набрать. Хасай Алиев, генератор будущего. И сразу она выскакивает. И там можно и бесплатная часть есть. Ради бога, кто не хочет покупать книжку. Дело в том, что по всеми нашими видео в описании сейчас есть ссылка на эту книгу. Но почему люди мало покупают или смотрят, я даже не знаю. Видимо, они очень погружены вот в те проблемы, которые сейчас есть. Да, в текущий момент. И они не могут как бы находиться в творческом состоянии. Вот самое главное там выдано то, чего раньше никогда не выдавали. Все же сейчас ищут образ будущего. Все же сейчас ищут новую идею свежущую. Во всем мире ищут новую свежую идею. Потому что этот коронавирус уже всех разлучает. И людям надо как-то объединяться, опять быть человеками, быть творцами. Ну и короче говоря, вот то, что мы делаем науку человечности, вместе все создаем в нашей школе «Человек будущего». Как раз таки это как раз весь мир ищет. А вот просто заглянуть, там же бесплатная часть есть, просто посмотреть две страницы, о чем эта книжка меня просто удивляет. Можно было бы найти время. Особенно для молодых. Потому что ищущие. Потому что только почемучки становятся великими. Ну что там, трудно открыть, посмотреть. Никто же денег не просит за это. Открыл, посмотрев, Редера, национальная идея, генератор будущего, Коса Алиев. Отзывов мало, но я по отзывам вижу, что мало ее смотрят. Мне же не положительные отзывы нужны. Мне нужно, чтобы просто хотя бы ее посмотреть. Вот это удивительная вещь. Вот сделано. Мы столько лет ее писали. Я 10 лет ее писал. Потом 2 года ее наш Федор Макаров редактировал. Потом мы о ней говорили все время в YouTube-канале. Я говорил, как было бы здорово, если бы люди объединились в Восток-Запад. Там как соединить ментальность и культуру. Чем отличается ментальность западного мышления и ментальность восточного мышления. Я же впервые это сформулировал. Что свободы две. Внешняя и внутренняя. Внешний вектор это материальные ценности получается. А внутренний вектор это духовные ценности. А человек нуждается в согласовании. Так и человечество нуждается в согласовании. И там как раз как это сделать. Как это сделать, чтобы сократились кризисы и войны. Потому что на самом деле людьми и человечеством управляют не деньги, страх или оружие. А управляют миропониманием. А там как раз таки написано все, как это сделать. И вот это меня интересует, что молодые люди. Но я в своем возрасте в первую очередь посмотрю, что это такое. Понимаешь? Хотя бы потому, что кто это там осмелился такой вот выдвинуть. Что это национальная идея. Что там за какой-то человек. Да, такое громкое название. Да, 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 да. Генератор будущего. Потому что вместе мы создаем сейчас науку человечности. И как раз таки сам процесс создания уже стимулирует востребованность человеческих качеств у человека. Уже само создание. Ну, я просто удивляюсь. Ну, наверное, такова жизнь. Такова она есть. Это называется, как у Васоцкого Марина Влади написала, «Споре со временем». Наверное, это так. Наверное, Леонардо да Винчи было тоже так тяжело. Потому что проницательность не зависит от современности. Когда он создавал там аэроплан свой или подводную лодку и картины свои описал. Наверное, ему тоже было непросто. Ну, мне кажется, просто люди немножко утратили какое-то любопытство вот сейчас. Вот ты говоришь, что тебе было бы интересно хотя бы узнать, что это скрывается за таким названием, пафосная национальная идея. Получается, что им не любопытно это. И вот я хочу тебя, как у психолога, спросить. Вот любопытство, что это за черта такая, в каких случаях она проявляется? Она хорошая или плохая? Слушай, есть любопытство, есть любознательность. Но вообще-то инстинкт заглянуть, что там. Почему, например, я Маринину вспомнил. Потому что почему люди читают детективы. Им интересно, что в каких-то критических ситуациях, что надо сделать. Как там повели себя люди. Обнажили свои характеры. Чем это кончилось. Поэтому детективы, фантастика – это те грани, за которыми человек хочет заглянуть, что же там. Это же и для самоизучения нужно, для самопознания. Поэтому я и говорил эту фразу, у меня есть эта метафора, которую я придумал, что только любознательные становятся великими. Только по чемучке становятся великими. Их потом имена помнят поколения, конечно. Вот это заглянуть, вот этот интерес. Потому что обыденность, обыденность наша, нас настолько загружает в ситуации выживания. Как выжить, где взять деньги, чтобы там заплатить за кофе, за квартиру, девушке цветы купить, там подарок сделать, детей одеть, а будь там, как их на ноги поставить. Но это все, конечно, нас загружает, и мы не можем заглянуть за грани, поинтересоваться. Ну, мне кажется, что как раз-таки вот этот инстинкт самосохранения, это бей, беги, оцепеней, инстинкт самосохранения, инстинкт самовыживания, и инстинкт любопытства. Вот это любопытство, это как раз-таки, я не знаю, у кошек и собачек есть это любопытство, у мышей есть это, ну, у обезьян точно, наверное, есть. Чем ближе по развитию к человеку, тем больше это любознательности, мне кажется, так. Так отсюда же, как раз-таки, заглянуть за горизонт, это поиск называется. Раньше наука, она называлась поиском. Поиск. Это вообще без поиска, как это может быть? Поэтому, кстати говоря, мужчины, они уезжали там за океаны, изучали, открывали Америки, а женщины сидели там, когда он на охоту ходил, она сидела там, корешки собирала, там, ужин готовила, там, ну, все прочее. Все-таки есть. Наверное, у мальчиков больше любопытства, любознательности. Хотя я читал где-то, что если даже появится жираф на площади, на красной, то вокруг будут стоять зеваки и женщины. Ну, я шучу, ты знаешь, я юморист. Ну, ладно, как там на вебинаре было? Какие были неприятные вопросы? Такие же тоже должны быть. Кто-то, допустим, первый раз зашел, они знают, что это было. Я всегда стараюсь зачитывать неприятные вопросы. Я вот посмотрела твое видео, оно называется «О новых приемах правильной разгрузки и мастери, который вышел из себя». Ну, это я специально сделаю. Я сказал о том, что там несколько человек, два человека, точнее, написали и сказали, что они ничего нового не видели. Два человека было за всю мою историю жизни, было два человека. Да, что все это они уже видели, и поэтому они не понимают, за что они заплатили эти деньги. Да, но я сказал, знаешь, еще как, я сказал, что у них есть потенциал для развития, у них есть точки роста, у них есть еще ресурсы развиваться. Это прекрасно, что я вот так вот, знаешь, раньше и пощечину отрезлял человека. Я поэтому такое сделал, как говорится, пощечину, чтобы из обморока вывезти. Но я думаю, что это люди, которые просто не в курсе вообще. Им вообще не нужно быть на нашем канале. А может, они случайно попали. И дело в том, что некоторым непонятно вообще, непонятны наши вебинары, там, вот это, наверное, новички, когда они попадают впервые, им непонятно, как ты проводишь вебинар. И были такие вопросы, а когда начнется сам метод? Вот там полчаса или сколько-то времени или даже час вебинара прошел, и ты уже рассказываешь о методе, участники, которые захотели выйти в Zoom, уже выполняют упражнения. А я в чате читаю вопросы недоуменные. Когда же начнется метод? И когда начнут рассказывать о методе? То есть они не выполняют упражнения. А ждут методы? Ждут методы. А задаются вопросом, когда начнется метод. Возможно, когда ты начнешь говорить пункт первый, пункт второй, пункт третий. Понятно. Такие, кстати, у нас регулярно встречаются, их немного, но они бывают. И раньше такое было, что нам копировали с нашего лендинга нашу программку, где по пунктам ты обычно перечисляешь, что ты планируешь рассказывать, и сбрасывали ее нам. То есть они даже не замечали, что обо всем этом ты уже рассказал в процессе вебинара, но они этого не услышали. Да, потому что у них шаблон. У них же какой шаблон? Это я говорю о новичках, которые просто случайно попали. Кто-то им сказал, это интересно, они случайно попали, не зная, чем мы занимаемся. Мы в нашей школе, человек будущего, занимаемся самопознанием, саморазвитием и развитием в себе человеческих качеств будущего. На самом деле доброты, любви, сопереживания, чувство бесценности живого, чувство потребности в сотрудничестве. Эти самые качества, самые главные. Оказывается, даже в бизнесе честность, она оказывается выгодна, даже в бизнесе. Я вот смотрю сейчас вот эти выступления каких-то людей, которые преуспели в бизнесе. Они говорят, вы знаете, у меня, говорит, друг миллиардера, а я, говорит, миллионера. Ну, я счастливый, а он всё время, ну, типа, плачет. Почему? А пошёл в лёд. А я, говорит, честно делаю и могу спать спокойно. То есть, даже в бизнесе. То есть, развитие человеческих качеств нужно и в переговорах, и в личных отношениях. Это очень здорово. И поэтому люди, которые попадают случайно на наш канал, особенно, как я преподаю методику, дело в том, что я очень просто говорю. Потому что всё, что я говорю, отработано. Отработано, проверено, и я уже знаю, как просто сказать. А когда просто говоришь, это как вода. И поэтому человек, который не привык к этому, а ему нужна именно картинка, руку держи вот так, руку держи вот так, номер один, номер два, сделай вдох, сделай выдох, сделай вот так. Это для того, это для селезёнки, это для глаз, вот такую картинку. И она у него есть, шаблонная. А когда я ему рассказываю механизмы, как это применять, он не слышит, он ждёт приём. Это шаблон, шаблонное мышление. Я уже сказала, вот это слово шаблон. Да, действительно, вот этим вот новым участникам, которые задают такие вопросы в чате и недоумевают, куда они попали, скорее всего, мешают вот эти шаблоны. Потому что они привыкли бывать на вебендорах, которые проводятся стандартно. Где, например, сидит говорящая голова, и больше, кроме этой говорящей головы, никого на экране нет. Ну или она показывает ведущий спикер какие-то картинки, допустим. Вот, схемы какие-то, своего вебинара им рассказывают всё вот это. Это называется презентация. Когда мы участвовали в каких-то вебинарах, помнишь, Хаса, тебя приглашали, спрашивали, будет ли у тебя презентация. А ты говорил, что нет, ты всегда выступаешь без вот этих вот шаблонов, картинок и прочего. Без всякой аппаратуры. Да, 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 да. Вот тут самый важный момент. Ты коснулась сейчас важного момента. Особенно я заметил, ты мне читала там комменты. Когда же эти люди перестанут задавать вопросы? Когда же они, наконец, сядут и дадут вам говорить? Я, например, хочу зачитать, вот, без обозначения имён. Одна участница, которая пожелала, чтобы ей вернули деньги, написала, что почему посетители вебинара и я должны слушать там, сколько там какая-то, допустим, участница есть, спит, как она живёт, и почему я должна слушать ваше общение с ней и с другими участниками. Почему мне это должно быть интересно? Почему я должна тратить впустую своё время и деньги? То есть она считает, что когда во время вебинара ты разговариваешь с каким-то участником, который присоединился в Zoom на экране к тебе, то как бы она тратит своё время впустую. И при этом это не единственный такой человек. И раньше бывали такие вопросы, когда наши новые участники, новые подписчики, впервые попавшие на вебинар и привыкшие к этим шаблонам, они даже задавали вопросы, а вот эти вот люди, которые на экране, они знают, что мы их тоже видим? То есть они не понимают, что мы для того их и показываем, чтобы вы их видели. Они выполняют упражнения, и вы наглядно видите, как они их выполняют. Соответственно, вам проще тоже за ними повторять эти упражнения. Это разные экраны, чтобы вы видели вебинар. Им проще, я так понимаю, им проще, чтобы была вот эта... Ну, понятно, понятно. Я сидел и говорил, да, да, да. Администратор, пожалуйста, делайте на экране только одного хасая. Ну, понятно. То есть нужна, говорят, эта голова. Я хочу, пользуясь моментом, специально сейчас это подчеркнуть, что мы как раз в Zoom приглашаем людей, чтобы они могли задать свои вопросы, чтобы вы могли посмотреть, кто еще не в курсе, вы могли посмотреть мои ответы, мои советы, и вы сидите, и получается такая голограмма, когда вы сидите, и сразу вы получаете массу информации, разные грани этого метода. Вы даже, может, это не осознаете в этот момент. А в результате потом, если вы внимательно все это будете участвовать и смотреть, в результате вы вдруг увидите, что ваша жизнь начинает меняться к лучшему. Просто стиль обучения у нас новый, иной, особенный, мультиэффектный. Я одновременно и это делаю, и одновременно отвечаю на вопросы, и одновременно показываем разных людей, которые страдают разными вопросами, и болезнями, и творческими вопросами. И одновременно все происходит. То есть мы не заставляем никого в эфир выбрать, никого, чтобы они выходили, потому что поэтому у нас есть два варианта присутствия на вебинаре. То есть вы можете находиться стандартно в вебинарной комнате, где вы видите все, что происходит, и пишете письменные вопросы. А можете присоединяться к этому эфиру в Zoom, выходить из комнаты и оставаться в Zoom до самого конца эфира. Хотите с видеоизображением, хотите без видеоизображения. Как бы это дело каждого. То есть мы даем такую возможность, и все равно возникают такие вопросы. То есть вот эти шаблоны... Во-первых, я хочу сказать, что поскольку наша школа уже несколько лет функционирует, я хочу сказать, что за все годы это настолько единичные непонимающие люди, настолько единичные, ну по пальцам можно перечислить. И я для них как раз это сейчас может и объясняю. Да, и одновременно я мультиэффектный. У нас школа мультиэффектная, сразу делаем все. Я говорил в прошлый раз, будем говорить о картинках. Слушай, Наташа, посмотри, что это такое. Переделал, да, он сам. Переделал, ну ты видишь, что это такое? Ну, чайник, чайник я вижу, да, он стоит на плите, на огне. Пара из него идет, видишь? Да. Ты фон переделал, он там был немножко на другом фоне. Так я сейчас буду показывать время от времени картину в развитии. В развитии. И мне интересует мнение, чтобы вы комменты писали. Законченная уже картина или незаконченная. Что туда добавить? И чтобы мы вместе, коллективным разумом создавали картину. Я хочу попробовать это. Я думаю, это будет очень интересно. Хотя была, по-моему, Яролаш, по-моему, была басня такая, что приходили художнику говорить. Басня Крылова это нет? Да, да, была такая, я точно не помню, как называется она. Кажется, интересно. Кто-то говорил, что этот добавь, этот добавь, этот добавь, и в конце концов получилась ерунда. По-моему, это Хасая не Крылова, а Михалкова басня. Отца Михалкова. Отца Михалкова. Так я хочу сделать по-другому. Поскольку мы готовим мозговой штурм, где мы все тоже в зум выйдем, в зум выйдем, и там будем решать один вопрос, который волнует каждого. Но он един для всех. И будем подкидывать идеи, решения. А я сделаю такой механизм, подскажу вам, как использовать ключ. Впервые в мозговых штурмах будет использован ключ. Вообще в мире есть мозговые штурмы, все это знают, но впервые будет использован ключ, и тогда у нас произойдет коллективный разум. Когда мы все будем решать одну и ту же волнующую всех задачу, и позитивно, это будет такой безальтернативный синергетический диалог, направленный в треолог, или мультивлог, или как это назвать, когда много все, много в зуме, там человек 20-30 решает один и тот же вопрос на основе ключа. Мы зададим этот вопрос, и все будем решать. Точно так я хочу сначала сделать с картинами. То есть я буду показывать картину, давайте будем определять, она уже в кондиции, или надо ее дорабатывать и получать мнение, и в соответствии с этими мнениями, но поскольку мы все знаем ключ, поэтому у нас получится не яролаж, а наоборот, конструирование коллективным разумом шедевра. Да, и мы всей школой создадим шедевры. Вот это я хочу, чтобы мы сейчас поразились, насколько это можно. Это совершенно новое качество общения, когда люди общаются, как коллективный разум. И человечество в будущем будет так общаться, как коллективный разум, чтобы сохранить разум на планете, чтобы жизнь сохранить, чтобы сохранить кризисы и войны, и потребность в лекарствах. А у нас пока шаблоны, к сожалению, вот у меня сейчас была на скайпе девушка, она впервые почувствовала, что такое разгрузка, потому что она говорит, я и по АШО занималась, и по йоге занималась, и по медитации занималась, но у нее горе там случилось несколько лет назад, она до сих пор себе прийти не может. И я, говорит, и ваши ролики тоже видела. Ну, короче говоря, я ей подсказал, как надо сделать правильную разгрузку, я ей сказал самые главные слова. Я говорю, переживай, о чем ты переживаешь. И вот когда мы сознательно делаем то, что мы и делаем, вот смотрите, сознанием, сознательно, сознанием сопровождаем то, что у нас происходит, и происходит нормальная разгрузка. И она делает, и переживала. Она говорит, а что мне плакать захотеть? Я говорю, плачь. А вот теперь прошло. А потом опять плакать. Я говорю, плачь. Да, переживала, переживала, а потом села, ой, говорит, так отпустила, так отпустила. Я говорю, ну, ты же медитацией занимаешься столько лет, ты же йогой занимаешься. Такое было? Нет, такого не было. Потому что мы соединили. А она же говорит, она мне сказала золотые слова, которые сейчас полезны для всех. Она мне сказала, она же никогда не учили слышать себя. Когда нам говорили, слушай себя и делай, как ты чувствуешь, а не так, как надо, как бы тебе кажется, и как тебе говорили, как надо делать. А вот как ты чувствуешь, слышать себя. А выглядит меня сейчас показали, как слышать себя. Вы мне просто сказали об этой зелёной зоне, вы мне сказали, как подбирать путём перебора нужные движения, как повторяемые движения, чтобы они легче автоматизировали, что это так естественно, это как волна. Я, говорит, вышла сразу на такое состояние, меня так сейчас хорошо отпустило. Наташа вот это слово «отпустила» – это очень характерное слово для всех, кто правильно делает разгрузку. Бывает, что отпустил и сразу после ключевого стресс-теста сел, потом и отпустил, а бывает после разгрузки, когда я дольше дозил. Ну, короче, мы там на ликбезах и на вебинарах это ещё будем повторять, потому что никогда, говорит, нас не учили в жизни, никогда нас не учили слышать себя, нас учили всегда слышать кого-то. Поэтому, говорит, себе не доверяю, это она мне сказала, мы, говорит, себе не доверяем, и мы всегда ждём, когда нам скажут, как надо делать. Вот же в чём дело. А везде написано, все мастера, Япония, Китая, Индия, все пишут, научись слушать себя. А я говорю, ну, правильно, я часто с этим сталкиваюсь, когда я говорю, слушай себя. А он говорит, а как себя слушать? Я говорю, тебе сейчас что хочется сделать? Сесть свой, ну, сядь. А это правильно сейчас или нет? Он всё время ждёт, когда ему будут, за ручку возьмут и поведут. А вот здесь как раз-таки мы на вебинарах, много людей выходят с разными своими проблемами, показывают, как они делают упражнения, и каждый может наблюдать, и я могу подсказывать, где правильно, где неправильно, и тем самым сразу обучаться. И через это каждый человек научается слышать себя. Это как раз-таки тот способ, который обучает людей слышать себя. То, о чём его всех этих самых методах мира говорят, и в йоге, и в китайской цигуне, и там, медитации. Там же всегда говорят, слушай себя. Просто мы не обращаем на это внимание, а как себя слушать? А как это делать? Вот так делать или вот так делать? Я хочу сказать, что мы делали такие вебинары, где спикером ты был один, и весь вебинар, и два часа ты говорил совершенно один на экране. И я там или кто-то ещё, кто тебе помогал, зачитывали вопросы. То есть у нас были такие вебинары. Но постепенно мы пришли к тому, что нужно, чтобы люди наглядно видели, потому что постоянно повторялись вопросы о разгрузке, как её сделать, и не получалось у наших участников. И именно вот когда наглядно они посмотрели, как эта разгрузка проводилась, когда к нам выходили участники, сначала мы делали это через скайп. Нам звонили в скайп, и другие видели этого участника, и слышали, как ты ему отвечаешь на вопросы, видели, как он выполняет разгрузку, и получает этот эффект. А сейчас у нас уже много участников на экране, и можно видеть, как они выполняют разные движения. Когда ты им говоришь, вот делайте так, а видно, что каждый делает всё равно по-своему что-то. Правильно, правильно, правильно. Мы для этого показываем, вот отвечая тем, кто спрашивает, почему мне должно быть это интересно, зачем эти люди там на экране, покажите Хасая на экран крупным планом. Не, ну меня тоже надо, ну что, я красавец, ну как же меня не показать? Я, конечно... Мы отвечаем, что... Ну, мы делаем это для того, чтобы вы видели, и потом в течение вебинара я постоянно меняю, как бы, план. Когда участники делают упражнения, я показываю участников. Когда ты говоришь свой монолог, я показываю только тебя. То есть, как бы, всё у нас... В общем, это специальная технология, я хочу, чтобы все знали, новички, что это специальная технология. Видите, сколько здесь нюансов? Очень много нюансов. Это специальный вебинар, специальная технология с обратной связью. Ну и, кстати говоря, Наташа, книжка-то сегодня, 31 числа вышла, новая книга в АСТ. Да, спасибо большое. Я хочу... Когда выйдет твоя новая книга, всё время спрашиваю. Ну, вышло, да. Сегодня писали на почту тебе, тоже спрашивали о новых книгах. Да. А вот старая книга до этого, вот кто хочет, суперская, суперская. Украшение стресса. Это очень сильная. А до неё была книжка «Защита от стресса». Вот кто хочет, мне там кто-то писал в комменте, спасибо за вопрос, писали, что «А нельзя ли выложить сразу ряд ваших книг, чтобы любой желающий мог бы их увидеть?» Конечно, надо было до нашего попросить, чтобы от первой книжки «Ключ себе», которая была в 90-м году, массовыми тиражами. Ведь метод «Ключ» пошёл с 90-го года массовым тиражом. Потом он пошёл в программе «Помоги себе сам» по центральному телевидению, ещё первого канала не было. Потом он пошёл по всем разным маленьким телевизионным, по всем, ну, короче говоря, это стало песней народной. Но с каждым вебинаром, с каждым ликбезом, всё новые и новые методические аспекты, всё новые и новые понимания, потому что школа же специально наша занимается этим. развивают. И там участники школы тоже свои приёмы уже создают. Вот для чего мы проводим вебинары с Зумом. Для того, чтобы и участники поняли смысл, мы по существу не говорим «делай, как я», «повторяй, как я», а я рассказываю, и мы все показываем разные варианты, чтобы человек, который смотрит на всё это, я участвую, это понял смысл. И когда он понимает смысл, он сам может себе создавать приёмы, сам слышит себя, и сам может, соответственно, себе находить синхронизирующие действия, которые сразу снимают стресс автоматически. Так вот же в чём дело. Вот для чего мы делаем вот так вот именно такой механизм вебинаров. А скоро мы сделаем на Зуме сделаем мозговой штурм, а сейчас потихонечку я буду картину показывать, отрабатывать этот механизм. Наташа, спасибо тебе большое. Ещё хочешь что-то сказать? Нет, я всё сказала. Ну как вот это вот, как я? Хорошая, я смотрю, ты её опять переделывал, посмотри, в подбранении вчерашней. А ты чашечки там, видишь? И вот луна, вот луна, и чашечки. Это повторяемые элементы, которые держатся у вас из картины. А, ну, скажи мне впечатление какое, она грустная, весёлая, или какая? Ну, мне кажется, она как-то так в себя ушла. Короче говоря, ты хочешь, чтобы я её сделал более такой, такое открытое, чтобы она улыбалась, когда она пела, или чтобы она задумчиво пела? Или как ты хочешь, чтобы я сделал? И мы так спросим всех, как вы хотите, друзья, чтобы она улыбалась, и нам вот так вот с душой пела, или задумчиво пела, играя на гитаре. Будем обсуждать это всё. Пишите комменты, пожалуйста, друзья. Извините, если кому-то очень долгим показалась наша сегодняшняя встреча с Наташей. Просто я очень соскучился. Она в Белоруссии. И вот всем друзьям и в Белоруссии, и в Украине, и в Нью-Йорке, и в Бомбее, и в Чикаго, и в Милане, и в Торонто, всем нашим друзьям мои приветы. Да. Так что мы двигаемся вперёд. Да. И как говорят сейчас, как модно, подписывайтесь на канал Ютуба, ставьте лайки, раздавайте друзьям по своим сетям. Как это так говорят, я тоже так научился, как попугай. Нажимайте колокольчик. Вот всё, нажимайте колокольчик. Видите, да, повторение, да? Ну, ладно, друзья. Будем, да, в следующий раз я картину покажу. И, конечно, новый приём покажу. Скоро будет ликбез у нас через день-два. Конечно, новый приём. А потом на вебинаре будет этот же приём. И ещё один приём. Всё время идёт генерация нового. Почему? Потому что школа-то работает. Комменты-то пишем. Да. Своё изобретаем, своё мнение говорим. А я всё анализирую. Я же генератор творчества. И вас научу. Подсоединим мы сладость, райскую, такой кайф от мышления. Соединим мы с центром удовольствия. Мыслительный процесс. И вы все будете генераторами творчества. И будете лучше жить. И будете легче понимать лучшие решения в условиях дефицита времени, в условиях неопределённости. Сегодня это очень важно. Для выживания и созидания. До встречи, друзья. До встречи. Спасибо тебе, Наташа. Субтитры создавал DimaTorzok